Здравствуйте, меня зовут Евгений, приветствую вас у себя на канале. В группе ВКонтакте появился запрос на создание модели авокадо вот под такой картинке. Давайте посмотрим несколько способов создания данного авокадо. Первый способ, будем использовать инструменты твердотелла, то есть твердотельное моделирование. И второй, используем инструменты реформа, то есть будем использовать тисплайны. Будем немножко такую мультяшную стилистику сохранять, ну давайте посмотрим. В первом случае мы начали создание эскиза на основе нашей картинки. Создали вот такие замкнутые контура. И далее просто применяя инструмент Revolve, мы с поворотом на 180 градусов создали половинку авокадо. Давайте нажмем здесь play и посмотрим по таймлайну, что какие действия у нас совершались. Вот такую модельку мы получили с вами в первом случае. Второй же запрос был сделать точно, ну не точно такой же, а сделать модельку авокадо мультяшную с помощью инструментов free-formed и сплайна. Вот такую модельку мы в итоге получили. Здесь у нас неровные линии, ну как-то вот так вот. Ну потому что дисплайн все-таки здесь не очень точно можно все контролировать. Так, давайте посмотрим, как это все создавалось. Так, передообратно здесь дизайн. Да, так все это выглядит не очень. Для начала мы имеем вот такую картинку. Далее мы создаем эскиз и на базе этого эскиз давайте уже создадим наш авокадо в рабочем пространстве дизайн. Выберем здесь create form. Здесь выберем инструмент extrude. И давайте обязательно снимем здесь галочку change selection. И выберу, ну в моем случае, вот эти два контура. Экструдирую на какое-то вот такое расстояние. Видим, что у нас здесь не очень хорошо, не очень плавно повторяются формы нашего эскиза. Давайте добавим фейсов. То есть, обратите внимание, что когда добавляю количество вот этих вертикальных линий и, собственно, поверхностей. Вот в это направление у нас увеличивается. Ну, 14 фейсов будет здесь в самый раз. Поэтому просто нажму окей. Не нажимая finish form и не выхожу и продолжаю редактировать. Выберу edit form. Двойной клик. По вот этому ребру. Он убирается целиком. И давайте посмотрим. Например, я хочу масштабировать все это внутрь. Вот так, на виде сверху мы видим, что да, у нас форма закрывается. Но на виде сбоку видим, что она у нас заваливается. Если я потяну ее вверх, то мы видим, что просто наша грань перемещается в пространстве. Ctrl-Z, отменю все это. Если же мы зажмем с вами клавишу Alt. И, например, продолжим все это делать, тянуть, то мы видим, что у нас добавляется еще один ряд наших поверхностей. То есть вот такой вот интересный модификатор. И если мы перейдем на вид сверху, зажмем Alt. И будем вот так пропорционально двигаться к центру, то увидим, что на виде сбоку у нас получилась вот такая плавненькая площадка. Переходим здесь. Давайте перейдем на вид сверху. Так как меня одно действие. Зажмем Alt. Ну и так еще раз все это применю и размещу где-то вот так. Это тоже перемещу сюда. Ну, глядя на нашу картинку снизу, просто попробуем сейчас все это немножко подогнать. Выберем наши ребра. Теперь давайте выберем вертексы наши точки. Так. 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 Попробуем задать некоторую такую окружность правильной формы. Ну, вот так у нас где-то это все получилось. Давайте опять перейдем в Edit Form. Здесь поменяем инструмент выделения, фильтр. Выберу данное ребро и точно так же, зажимая клавишу Alt, я все это... Опущу вниз. Ну, заметим вот этот вот. Давайте нажимаем сейчас ОК. Например, нам в этом месте нужен более такой резкий переход. Например, мы можем выбрать инструмент Крис. Двойным кликом выбрать данную цепь ребер. И видим, что здесь появляется такой жесткий излом у нас в этом месте. Если нам нужен здесь плавный переход, то это все решается. Добавление, например, с помощью инструмента Bill, Bill Edge. Также двойным кликом мы все это выбираем. Ставим здесь количество 2. Ну, и где-то нажимаем ОК. Вот так. Но это будет работать в том случае, если мы, например, выберем данный контур. Выберем теперь Insert Edge. Давайте добавим просто один Edge. Давайте так внутрь. Второй. Перед помощью инструмента Edit давайте все это выделим и просто потянем все это вниз. Мы видим, что здесь я не применял инструмент Крис, но здесь же имеется у нас теперь такой переход. Достаточно резкий, но вот в этом месте из-за контрольного такого вот поверхностей у нас недостаточно острый здесь переход имеется. Будем иметь это в виду. Оставим так. Ну и далее просто масштабируем все это в центр. Опустим пониже. И продолжим. Через Alt все это будем опускать ниже и масштабировать внутрь. Окей. Ну и завершим все это инструментом Fill Hall. В принципе можно выбрать здесь различные способы соединения. Ну пусть будет Reduced Star первое. В принципе это не так важно. Такой вот у нас здесь элемент. Вот у нас здесь с вами получилось в принципе. Если мы хотим перевести все это в твердотелл, мы можем точно так же, например, выбрать инструмент Fill Hall, например. Двойным кликом все это стянуть. Вот. Ну давайте с помощью Edit Forma точно так же через Alt. Я сейчас все это соединю в центр. Окей. И применяем инструмент Fill Hall и нажимаем ОК. Ну вот здесь с вами получилась замкнутая поверхность. Далее в принципе можем использовать готовые примитивы уже сферки. Так, диаметр пусть будет, например, 5. Ну и просто Ctrl-C, Ctrl-V копируем. А, приместим все это как-то сюда. Чтобы это как-то было немножко различимо. Окей. И давайте принесу первое тело. Высоте подстроили. Ну и давайте по расположению. Ну как-то вот так. Теперь мы хотим сделать эту улыбку. Я предлагаю сделать с помощью инструмента Pipe. Уберем здесь галочку Chain Selection. Просто выберем вот этот элемент. Но поставим здесь Smooth Display. Диаметр сделаем 1 мм. С помощью инструмента Edit Form. Давайте это. Перед двойной клик просто переместим сюда повыше и вот так развернем. Ну вот как-то вот так здесь мы с вами получили такую улыбочку. Также используем давайте инструмент Pillow Hall. И Pillow Hall используем здесь. Ну такой смайлик у нас получился здесь. Давайте начнем с цилиндра. Произвольно вот так сейчас все это зададим. На так. Берем здесь до 1 мм. По высоте пусть будет ну где-то вот так. Нажмем ОК. Далее точно так же с помощью инструмента Edit. Будем поделить наши ребра. Будем задавать некоторую кривизну для нашей косточки. Ну и вот так мы задали некоторую плавность нашей поверхности. Используем опять инструменты Fillow Hall для вот этого места. И нажмем ОК. Edit Form через Alt. Давайте я сейчас все это закрою. Ну и опять применю инструмент Fillow Hall. Получились с вами вот такие поверхности. Давайте создадим еще здесь рот. А я предлагаю использовать точно так же. Цилиндр еще раз. Так. Да. Вот на этой поверхности. ОК. И с помощью Edit Form начнем редактировать все это. Так. 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 Ну каким-то таким образом мы здесь все это подредактировали. в принципе вот к этому контуру мы можем применить инструмент Pipe либо например с помощью инструмента Edit Redактирование добавим еще сюда Face Так. Fillow ОК. Сюда можно добавить Insert Edge Ну я тут в это направление например ОК. Edit Form Ну это можно Штабир сделать такой более сильный переход. Ну в принципе вот Finish Form и мы получили сами вот такие вот поверхности. Уже в рендере можно будет задать какие-то материалы для этой поверхности ну и получить уже что-то вроде вот такого. я желаю всем творческих успехов подписывайтесь на мой канал пока-пока пока. Продолжение следует...